Я надеюсь, солнце не начнёт садиться, пока я снимаю это видео, и всем привет! Если вы умеете считать название кролика, то это видео будет именно о том, как я веду свой ежедневник, как заполняю мои дела на будущую неделю. И пару дней назад у меня был ещё самый обычный чёрный ежедневник с Микки Маусом и разлинованными страницами внутри, но буквально на днях я купила себе не более простой ежедневник. И если вы можете видеть его листы, то они белые. Здесь нет ни одной слинованной или страницы в клеточку, именно это меня привлекало в нём. И сзади также есть кармашек для наклейок, или я не знаю для чего. И всё, что нам понадобится для этого видео, это мой пенал, с которым я хожу ежедневно, мои ножницы, мои, два скотча, это два бумажных скотча, если я не ошибаюсь, они очень милые. Это набор наклеек, который я также купила вчера. И до этого у меня были ещё наклейки, но некоторые из них я уже использовала, потому что заполняла мои другие страницы в моём старом ежедневнике. И да, давайте начнём заглавать мою грядущую неделю. И честно, я ещё не представляю, как я оформлю вот эти две страницы, и вот эти две. Думаю, здесь просто напишу контактную информацию обо мне, и как я всё это буду делать, я думаю, в дальнейших роликах вам расскажу. Больше всего на свете я люблю тетради, ежедневники, дневники с толстой обложкой. Это моя любовь. Я сейчас хочу немножко оформить страницу этого ежедневника, чтобы она не была просто обычной, белой и скучной. И, видимо, отрывать скотч – это явно не моя работа. Те же образом я заклеиваю нижнюю часть страницы и подрезаю ненужные края. Каждый свой день я должна начинать с бега, затем стакан воды и продолжать его чтением. Чтобы уже точно утром встать и побежать, я пишу себе «Wake up at, например, 6 am». В понедельник день тяжёлый, и в понедельник у меня будет зачёт по биологии и также контрольная по химии первым урокам, так что я пишу «Biology». И также каждый день я должна уделять школе, это естественно, и также моей домашней работе. В понедельник меня пригласили на закрытый показ последней серии «Ходячих мертвецов», так что здесь я написала премьера «The Walking Dead». И последнее, чем я завершаю свой понедельник, это влог. Но это останется тайной. Кстати, если говорить насчёт ручек, то мне, конечно, уже больше нравится писать чёрными ручками, и была бы моя воля, я бы писала и в школе чёрными ручками. Это шариковая ручка, также у меня есть две такие красивые, но они, к сожалению, синие. И мне кажется, синий не такой заметный. И мне очень нравится, что у них тонкие стержи, и я, конечно же, люблю писать тонким стержем, а не толстым. Также у меня есть две цветные ручки. И моя самая любимая часть – это украшения. Но, я думаю, для начала я просто подчеркну день. День 4 апреля ожидается солнышком. Так что я обведу понедельник кружком и сделаю зерно-солнышком. Лейка, на которой рисована облачко, и что-то странное на иностранном языке, да. Почему-то я уверена, что это стакан с водой, и также наклейка, на которой груша, и немного винограда. Это напоминание о том, чтобы есть много фруктов каждый день. Далее я напишу здесь вторник, среду, или среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье. Но не буду уделять ему так много внимания. Увидимся с вами через секунду, когда весь ежедневник будет заполнен. Сначала все пункты, которые я должна сделать на неделе. Кажется, мы закончили на вторнике. Во вторник, возможно, будет облачно и, возможно, будет дождь. Первые три действия, я думаю, вам уже известно. Это бег, вода и чтение. Также встаю я в 6.30 утра. Далее у меня школа, влог. И, возможно, я поеду в офис Яндекс 5 апреля. Далее у меня среда и, опять же, век, вода и чтение. Правда, я не уверена насчет того, во сколько я буду вставать. Либо очень рано, либо опять к аппетиту в 6.30, так что я этого не написала. В среду у меня английский. Я должна сделать домашнее издание. В среду я не учусь, потому что мы идем на обследование. Я думаю, это так называется, в поликлинику. И также я должна ретектировать видео в среду. В четверг у меня первый день недели моды, и я, честно, взволнована. Опять же, бег, вода и чтение. Здесь школа и домашнее здание, влог, аккредитация на недели моды. И пока стонингай и фабрик фэнси. Во всех остальных днях я буду писать все показы, на которые я буду ходить. Потому что я не на все показы планирую ходить на недели моды. Потому что самые интересные я буду только посещать в пятницу. День рождения моей старшей сестры. Я думаю, три пункта вам уже известны. Также я должна ее поздравить. Также здесь домашнее здание из школы, показы и влог. В субботу я уже не говорю про это. Это школа, репетитор по математике. Возможно, на неделю моды. И если я пойду на неделю моды, то я не поеду по магазинам. Но если я хочу поехать по магазинам, то мне нужно пропустить некоторые показы. И на самом деле они не самые интересные в субботу. Так что, возможно, я даже не пойду в субботу. Неделю моды. В воскресенье я должна опять бегать. Вода и чтение. Отлично. В субботу я встаю в 5 утра, делаю домашнее здание, снимаю влог, редактирую видео. В воскресенье я иду на чудесный показ моды арт в Санкт-Петербург. И также хочу попасть на Никонову и Эндорфин. Эндорфин, мне кажется, это будет очень интересно. И все, что мне нужно сделать, это сейчас отклеить приклеечками весь мой ежедневник. Я не думаю, что я буду это вам показывать. Если вам это интересно, то я покажу вам это в следующем видео, как я все еще оформила. И это все. Я надеюсь, что вам понравилась моя титульная страница. Хотя нет, титульная страница по моему году. Так что, если вы хотите второй выпуск, как я заполняю ежедневник, я думаю, в втором выпуске я уже покажу вам, что находится вот здесь, что я наклеила или написала здесь, здесь, как я оформила вот эту неделю. То давайте наберем под этим видео 3000 пальцев вверх. И это все. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. И понравился мой ежедневник. Вы очень долго просили это видео. Так что да, 3000 пальцев вверх. И вторая часть этого видео скоро увидит на канале. Я вас очень сильно люблю. Спасибо большое за просмотр. И пока. Я не знаю, как запрещаться с вами. Так что все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok